Авторитетный журнал «Пианист Мэгазин» охарактеризовал его как одного из самых выдающихся французских пианистов своего поколения. Преподаватель Парижской консерватории Дэвид Бисмут проводит мастер-класс в Видновской детской школе искусств в рамках проекта «Юрий Башмет молодым дарованием России» уже в третий раз. Дэвид Бисмут отмечает, что работать с русскими молодыми музыкантами ему нравятся, многие из них талантливы, и советы мастера они схватывают буквально на лету. По сравнению с Францией, русские ребята гораздо раньше начинают серьезно относиться к музыкальным занятиям. У них также раньше появляется и предрасположенность к музыке. Анастасия Васильева занимается музыкой всего четвертый год. За это время она уже более десяти раз становилась лауреатом всероссийских областных и международных музыкальных конкурсов. Для Насти это третий мастер-класс с Дэвидом Бисмутом, который она с нетерпением ждала. Дэвид помогает мне играть лучше произведения на конкурсах, заметки всякие он дает на будущее, как развивать технику и так далее. А вот Эдгар Литвинов в мастер-классе с Дэвидом участвовал впервые. Говорит, было интересно и полезно. Он рассказал свой вариант, как надо работать, как играть надо, свой вариант предложил. В этот же день прошел и мастер-класс лауреата международных конкурсов и заведующего кафедрой струнных народных инструментов знаменитой гнесинки балалайщника Андрея Горбачева. Всего же пообщаться с маститыми музыкантами смогли 13 учеников из нескольких детских школ искусств Подмосковья, среди которых 7 учащихся в видновской Дэшии. Сейчас, что называется, мы наверстываем упущенное, и в этом месяце у нас проходит 5 мастер-классов по различным направлениям, умножаем их на 2 дня, то есть практически 2 недели мы каждый день проводим мастер-классы. В видновской детской школе искусств российский проект Юрий Башмет «Молодым дарованием России» реализуется с февраля 2018 года. За два с лишним года мастер-классы по разным музыкальным дисциплинам посетили более 400 учеников. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.